Чемпионат мира по футболу, юбилей Высоцкого, ностальгия по Советскому Союзу и джазовые импровизации. Объединяет все эти темы экзамен в высшей школе сервиса и туризма. За четыре дня студенты сдают экзамены по теорию, по сервису и по кухне. Последние два проходят в форме приема реальных гостей. Посмотрите на наших студентов. У них у всех жизненные планы, и эти планы уже не знают границ. Очень многие собираются уезжать не для того, чтобы просто уехать от плохой экологии, от каких-то проблем с экономикой или с уровнем жизни. Они просто хотят путешествовать, они хотят быть свободными. И тем более, что карьера отельера это позволяет делать и путешествовать по миру, работать в сетевых отелях в разных странах. Креативные умы высшей школы представили джаз в формате высокой кухни. Эту идею также творчески поддержали их родители. Джаз, он везде джаз. Он и в обеде его можно сделать, и в танцах, и в жизни. И джаз, по-моему, им удалось. Все, было замечательно, и подача. И сами они ведут себя под джазом. Когда я чищу большую рыбу, такую жесткую работу я делаю под рок. И вот так вот можно перенести на кухню джаз. И вот таким образом можно найти что-то в блюде, то, что станет ассоциацией с джазом. В наши дни, когда все вокруг оцифровывается и автоматизируется, претерпевает изменения и концепции ресторанного сервиса. Завоевать гостя просто вкусными блюдами становится все сложнее. Если вы хотите работать вообще в индустрии гостеприимства и быть специалистами в этой сфере, вы должны работать, как будто вы живете и работаете в условиях экономики впечатлений. Про простой пример. Когда человек заказывает бутылку вина, если просто продать бутылку вина в парадигме экономики услуг, то просто вам официант перенесет бутылку вина, откроет ее, а скорее всего откроет где-то в бэке ее, откроет, нальет вам, бутылку поставит и уйдет. Как подавать вино в парадигме экономики впечатлений? Сегодня, в частности, вы это видели. То есть это презентация бутылки, это деконтировочная корзинка, или это кулер, где лежит охлажденная бутылка холодная вина, это полотенце сервировочное, на котором вы эту бутылку показываете. Если это деконтация вина, что тоже очень просто, но это очень впечатляет. Возглавляет экзаменационную комиссию Геральт Казербахер, владелец ресторана в Австрии, представитель отельной школы Зальцбурга, по стандартам которой учатся студенты. Я первый раз в России и в Челябинске. Я был действительно впечатлен сегодняшним перформансом. Образование и высокий уровень знаний студентов действительно впечатляют. Эти ребята готовы к дальнейшей работе и жизни после окончания. Жизнь меняется, мир меняется, меняется сервис, но по-прежнему важным остаются искренние гостеприимства. Если вы позитивны, вы понятны и приняты в любой точке мира. Лет 10 назад, когда первая и единственная школа сервиса в Челябинске выпускала своих студентов, достойное применение их знанием находилось только за рубежом. Сегодня ребята нарасхват в лучших отелях и ресторанах, в том числе и в нашей стране. Ведь здесь уже сегодня преподают все то, что еще только будет востребовано в индустрии гостеприимства.